Знаете, у нас был главный урок, вот для каждого из нас, я думаю, ребята согласятся, мы долго готовились к какому-то экзамену, к какому-то событию, а потом в конце, мы готовились, а наш мастер в конце, перед самым выходом на сцену говорил, а теперь побезответственнее. Вы сотрудничали с такими мэтрами сцен, как Гребичиков, Агата Кристи, Чаев, Несчастный Случай, были ли какие-то интересные совместные творческие находки? Нет, ни одной. И ни одной находки творческой. Нет, почему, я в последний раз, когда мы летели через Минск на Украину, нес чемоданчик Борисовича. Это был успешный проект. Ну, Борис Борисович. Да, Борис Борисович. Теперь у них совместный номер. Но это была скорее творческая находка Бориса Борисовича Гребичикова, потому что он нашел, что самому нести чемодан хуже, чем когда его несет помощник в виде сажи. Тяжелее. Да, так что они теперь выступают с этим номером во всех аэропортах в нашей стране. В одном своем интервью вы сказали, что для вас очень важно в работе избегать пошлости. В этом вас можно сравнить с известной британской комик-группой Монти Пайтон. Как вы относитесь к их творчеству? Мы в какой-то момент равнялись на них и даже делали какую-то похожую передачу. Смотрели много их и смеялись. Мы очень хорошо относимся к ним, например, к такому проявлению, как, знаете, отсутствие пафоса и какой-то ложной торжественности. Вот я помню, когда умер один из участников Монти Пайтона, не помню его имя, через, по-моему, три недели, был какой-то ток-шоу вечерний, пришел один из основателей Монти Пайтона, он пришел, а вдвоем пришли вот с такой, значит, сосудом с таким, и сказали, что это вот прах нашего товарища, вот он, значит, вот здесь с нами будет, потому что он бы был с нами, если бы он был жив. И в какой-то момент сделали вот так вот, и, значит, на нее рассыпали в прах, и просто начали подметать, говорят, бедный, бедный, Джо, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты. Ну вот здесь такая абстрактная, юмор, английская. Самоирония, отсутствие пафоса. Но мы повторять это не будем. Мы это повторять не будем в любом случае. Тут зависит от того, кто первый. Мы это не скажем об этом. Это уже было, уже это уже не так смешно будет. Повторить. А вообще мы собираемся умереть просто в один день, а дальше уж. Раз уж не удалось родиться в один день. А квартет и сегодня, и 20 лет назад, в чем отличие? Мальчишки. Там была молодость, там была горизонты, перспективы. Там мы ни разу в Швейцарии не были. Не были, да, испорчены жизнью. А сейчас нас жизнь как-то подъела, подиспортила или поднаучила чему-то. Я вот совсем недавно посмотрел, там, пару дней назад наш спектакль, 20 лет недавности, это только штампы, где вот мы просто такие молодые мальчишки, которые вот в каждую секунду хотели что-то изобразить, такое показать, такое студенчество. Теперь это приходит где-то раз в 10 минут. Так вот спокойно уже, да. Что-то хочется сказать или изобразить. Ну вот, наверное... Внешне при этом не изменились вообще. Это самое понятное? Да, это самое понятное. Я вообще не изменился. Какие личные качества вам мешают в совместной работе и какие помогают? Одни и те же. Вы знаете, одни и те же. Вот прямо с одной стороны что-то мешает, у нас у каждого есть набор качеств, которые в той или иной ситуации либо в плюс, либо в минус играют. И только то, что я лысый, помогают и никак не мешают. Какие самые главные уроки для каждого из вас в полученном стена ГИТИСа? Это точно не математика. ГИТИСа, какие главные уроки? Вы знаете, у нас был главный урок для каждого из нас, я думаю, ребята согласятся. Мы долго готовились к какому-то экзамену, к какому-то событию, а потом в конце, готовились, а наш мастер в конце перед самым выходом на сцену говорил, а теперь побезответственней. Вот, наверное, это очень важно для каждого из нас. Какую роль сыграли ваши родители в формировании вас как творческой личности? Ну, Саша, можно говорить. Что? Мне папа сказал в школе, собирай марки, но только не как все спортсменов и бабочек, а искусство. Вот я, собственно говоря, теперь могу отличить Серова от Веронезе, вот его рубля от Кипренского. От Кипренского. Какое отношение имеет к актерской профессии? Пока не понимаю, да. Ну, как ты у меня сформировал? Меня сформировали еще как. Как у меня бабушка, концертмейстер в оперном театре в Одессе. Вот, собственно, и все культурные люди на моей семье. Нет, подожди, а дедушка зубной техникой? Дедушка зубной техникой. Вы очень начитанный и замечательный дед. У меня были родители, устраивали по субботам, и литературные субботы. Ну, как-то формировали, в общем, нас. У меня мама, она очень просто знает много баек, и с детства у меня всякие истории, байки, песни. Вот, поэтому сейчас вот ребята понимают, что это на меня очень повлияло. Повлияло. Да, и в гримерке перед спектаклями меня просто не несет и фонтанеру все время. Нашему театру 23 года, ну, почти Камильеву 23 года расскажет одну и ту же байку. Да, я не смеюсь. Ну, и ту же байку распеваются одними и теми же песнями перед спектаклем. Но это всегда смешно. Когда я затихаю, они говорят, Камильев, что случилось? Почему-то замолчал. То есть это часть ритуала? Да. Да, абсолютно. Абсолютно. Вот ваша. Да. И это, с одной стороны, возвращаясь к предыдущему вопросу, это мешает, то есть помогает и иногда мешает. Женщины занимают большое место в вашем творчестве. Какая женщина смогла бы сделать вас счастливой? Каждого из вас. Знаете, дело в том, что вот эта личная жизнь, и в личную жизнь всегда не хочется пускать общественных. Нет, то в качествах ты можешь искать. А качествах можешь. Нет, но все равно, все равно это как так или иначе. Ну, нет, но... Это самая компактная. Вы знаете, компактная. Ну, а я люблю не очень компактная. Компактная. Вот так постоянно счастливым быть женщиной, наверное, никому из нас не удавалось. Так что вот долго и счастливо все время. С женщинами же то счастлив, то несчастлив. В этом и интерес. Как, собственно, жизнь? Меня может сделать счастливая женщина. Вот та женщина, которая может мне дать и сильное счастье, и автоматически она даст мне сильное несчастье. Ну, собственно, у меня такая женщина сейчас есть, но вот это вот... Главное, чтобы была амплитуда очень большая. Потому что она маленькая амплитуда, она тебе не сделает ни сильно счастливой, ни сильно несчастной. Я недавно придумал такой диалог мужчина и женщина. Когда мужчина своей жене говорит, дорогая, мы с тобой 25 лет вместе, живем душа в душу. Такие мы счастливы, так любим друг друга. Даже вспомнить нечего. Вот это к вопросу, что, наверное, должны быть и какие-то споры. То есть, ну, вот и должно быть болото, скажем так. Вот я вот не люблю ее. То есть, и все время она будет в рот заглядывать, скажем, ой, какой-то замечательный, какой-то талантливый. Хорошо, ну, потом что-то захочет какой-то такой вспышки, какого-то спора, какого-то движения. Вот, наверное, вот так вот. Своя женщина должна быть, знаете. Вот она, когда становится своей, понятно, что любовь, это большое чувство, она иногда мешает семейным отношениям или долгому сосуществованию. Потому что это все время, так как человек под сердцем лежит, любое его резкое движение, оно может тебе сделать больно, как и твое резкое движение. Как вы относитесь к социальным сетям и какое значение вашей жизни играет общение для вас на физическом уровне? Ну, мы все в разной степени интегрированы в интернет. Слава вообще туда не заходит, только с моей помощью. Иногда я ему приоткрываю туда дверцу. Но для меня, безусловно, очное общение значительно важнее. Я все пытаюсь... Мы в этом плане консерваторы все вчетвером. То есть для нас ни в коем случае общение в соцсетях не заменит общение личное, глядя в глаза и так далее, и так далее. Это вот такая сублимация, ощущение, что вроде ты не одинок, потом в какой-то момент оказывается, что ты углубился, я знаю таких людей, в сеть, в фейсбуке, а ты один на самом деле. А какой совет вы бы дали молодым актерам, которые сегодня стоят в начале своего творческого пути? Менее судьбоносно. Не нужно каждый раз думать, что от этого сейчас зависит вся твоя жизнь. Ну и не нужно специально кому-то нравиться. Я хочу сейчас что-то такое сделать, чтобы я вот понравился. Хотя ради этого мы, собственно, и делаем все, но это должно быть, прежде всего, нравится самому себе, а не то, что на рынок работать, скажем так. Вот сделайте что-то такое, вот вы этим понравитесь. Ну просто, если это совпадет, то есть твои желания и... Ожидание зрителей, да. У Оскара Варлова есть по этому поводу, но она, наверное, шире, чем артистам. Фраза она всем. Все роли сыграны, кроме твоей. Есть ли какие-то сожаления? Очень много у меня. Представляете себе, вот человеку, который бы сказал нет, сожалений нет. Очень много народу говорит. Вы знаете, я ни о чем не жалею. Но мне кажется, они не это имеют в виду. Да, наверное. То есть они просто формально отвечают. Ну конечно, о многом сожалеешь. Безусловно. Я думаю, что мы все вчетвером здесь подпишемся. Да, и вот эта фраза меня всегда смущает. Я ничего бы не изменил в своей жизни. Я очень многое изменил бы, очень многое наверстал бы. Имеется в виду, о чем ты же... Что-то не... Чего бы ты хотел? Чего бы ты хотел? Примерно у меня, ну масса. Много всего. Ну я не хотел бы приоткрывать все, но я бы потерял каких-то людей, они ушли из моей жизни, которые мне были дороги. Кто-то переехал в другую страну. Ну да, я что-то не дочитал, не досмотрел, не доделал. Кого-то не застали уже, да. Кого-то не застал. Где-то вот там, у Славы была мечта встретиться с Довлатовым. Не успел. Не успели посмотреть на, не знаю, хотя могли. Да, я мог успеть посмотреть Леонова, но что-то все тут откладывал, хотя была элементарная возможность сходить на там... Напоминальные молитвы, да? Да, молитвы, но я все откладывал, потому что я знал, что позвоню вдове нашего мастера, который работает за автрупом в театре Ленинского мусомола, он сделал приглашение. Надо было бежать. Ты смешно оговорился, который работает за автрупом. За автрупом, безусловно. За автрупом, да. Как вы себя видите через 15 лет? Есть у нас по этому поводу такие рассуждения. Мы на свое 15-летие делали, значит, большой спектакль и там рассуждали, как что будет. И в том числе я говорю о том, что мы не знаем, когда оно закончится, в какой момент мы перестанем быть интересны людям. Себе-то мы все равно будем интересны, потому что это мы. И рассуждали, нужно ли, чтобы к нам пришли и сказали, извините, ну, больше не надо. Ну, все, не смешно, не интересно. Наверное, не нужно, потому что мы же будем еще жить и нам будет еще хотеться... Нам будет казаться, что мы еще ого-го. А судьбы очень по-разному складываются. Очень редко кто продолжает быть в форме и продолжает что-то рожать, креативить, создавать на том же уровне, на котором он это делал в 40-50 лет. Он остается где-то позади. Что в общем... Жванецкие исключения в этом плане. Жванецкие исключения, Маркис исключения, Бунио Элис исключения, который снял свои фильмы уже в довольно пожилом возрасте. Лучшие фильмы, да. Как у нас сложится, мы не знаем. Я вижу себя, через 15 лет, таким пожилым, похотливым старичком. Таким, надеюсь, при деньгах. Вот такая... Вот такая... оттянутым, любвеобильным, талантливым, чтобы не только нам это казалось, чтобы это действительно так оно и было. А с другой стороны, когда это тебе кажется, так оно для тебя и есть. И только Сашка молчи. И только Сашка... Потому что Сашка, он с грустинкой. Сашка уже 60. Он с грустинкой. Сашка, он просто... Исправил в паспорте. Скажешь что-то, Сашка? Нет. Спасибо. Придет ли? Я вижу себя в 60 лет значительно... Моложе, чем сейчас. Буду значительно моложе выглядеть и чувствовать себя, чем сейчас. Это я знаю точно. И вот эта вот фраза. Молодой человек... И главное, и главное, не объясняй. Почему? Я не буду. Да. Я не буду. Я не могу. Я не буду.